Дорогие друзья! Многие из вас читали мои книги, мою человеческую комедию. Я радуюсь встрече с вами. Не так-то легко мне из 50-х годов 19 века явиться во вторую половину 20-го. Сейчас начнется повесть о последних годах моей жизни, когда я испил горькую чашу крушения своих надежд. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот так, дорогой Виктор. А что скажет мадам Абронтес о герцогине Висконте и твоя матушка и, наконец, твои герои? Ни нового пути нет. Мне нужен отдых. Для этого нужно путешествовать. А чтобы путешествовать, нужны деньги. А чтобы были деньги, надо работать днем и ночью. Работать, работать. Заколдованный круг. Встреча с Эвелиной решит все. Ты убежден? Убежден. Я буду радоваться, если ты не разочаруешься. Но ты сам не веришь, что путешествие в далекую Россию принесет тебе успех. Не сердись на меня, но это так. Нет. Именно так. Утренняя встреча титана Франции. Виктора Гюго и оноре де Бальзака. Господа, какой великолепный заголовок для интервью на первой странице Катидьяна. Два слова. Только два слова для вашего скромного собрата Ле Крокера. Только одно. Вы скупитесь, господин Гюго. Я сказал одно. Я весь в внимании. Уйдите. Яковинцы. Зря мы его обидели. Невозможно жить, никого не обижая. Оглянись на свои поступки. Чего доброго он напишет про нас, что мы заговорщики. А, ты боишься? Ну, конечно, в салоне герцогини Висконте тебе этого не простят. Эти гусы не маркизы, герцогини, алчные ростовщики, эта шваль. Да, конечно, и графиня Ганская тоже, вероятно, не любит якобинцев. Она любит меня, Виктор. Я люблю ее. 15 лет – достаточный срок, чтобы понять друг друга. Она свободна. И я должен ехать в Россию. Когда ты увидишь ее в Париже, ты поймешь, почему Бальзак верен ей. Ты вызываешь меня на откровенность. Я должен сказать, что ты не последователь, Онурен. В чем же? Ты честолюбиво стремишься в прославленные салоны к тем самым, кого безжалостно обличаешь. Ведь ты величайший писатель Франции, Онурен. Да, но Академия перед самым моим носом захлопнула дверь. Мой дорогой Сент-Берт, вы оказались неплохим пророком. Здравствуйте. После того, как сейчас в Академии Анареде Бальзак получил всего два голоса. Только два голоса? Только два. Он уже не может рассчитывать на звание бессмертного. Мсье Президент, через 20 лет имя Бальзака никто не вспомнит. А, Сильтранзит Глория Мунди. Ого, да. Время. 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 Что? Нет, нет, ничего. Откройте! Именем закону откройте! От его слуга! Господа! Его нет дома! Нет дома! Поверьте мне, он ушел! Поверьте! Мы не можем больше ждать! Поверьте мне, его нет дома! Я же вам говорил! Вы такой же негодяй, как ваш господин! Это Пуша, какой наглец! Открывайте, где он! Черт тебя побери, где ты пропал? Ведь не съели же тебя кредиторы. Они внизу, и с ними судебный исполнитель. Благодарю тебя за добрые вести, мой верный оруженосец. Ты и на этот раз победил их! Кофе, месье! Пятый кофейник сегодня. Я сказал им, что вас нет дома, но они придут завтра. Особенно ввесился антихвар. Он требует деньги или все гоблены и картины? Гопсек! Его зовут Пуши, месье. Гопсек! Вам лучше знать. Только не забудьте, что 35 тысяч франков платить будете вы. Ты прав! Ты прав! Но это Рембрандт! Это должно ей понравиться. А я? Ты? Невритая физиономия? Траур под ногтями? Нет, она не придет в восторг! Писем нет, только счета. Меня нет дома, Франсуа. А если придет месье Гаслен? Я тут, мой друг! Кредиторы отброшены ловким фронтальным ударом, но в следующий раз... В следующий раз они меня не застанут. Мой бог, вы едете, а я принес вам договор, мы его подпишем и в карманах у вас зазвенит золото. Золото! Я жду визы, моя дорогая, а визы нет. Что с вами? Вы нездоровы? В Париже появилась моровая язва. Может быть, пригласить доктора на кара? Никакого доктора, никаких договоров, никакого золота. Дьявол! Все! Вы заболели, мой мэтт? Я здоров, как туренский монах. И я никуда не поеду, ни в Россию, ни в Италию. Я остаюсь в Париже. И я прекращаю писать романы. Мне надоело это все. Мне надоел этот старый стол, эта чернильница, в ней моя кровь. Кровь! Я не хочу, чтобы она больше лилась на бумагу. Вы с ума сошли, мэтт! Шумки в сторону! Какая муха вас опустила? Вы не принадлежите себе. Вы принадлежите Франции. Кредиторам, господин издатель. Издателям и кредиторам поставлена точка. А незавершенные крестьяне? Вы под них получили 27 тысяч франков. А другие долги? Они оплачены векселярами. Ну так посадите меня в тюрьму! Старый Бальзак уже многое сделал, может идти в отставку. Уходишь же генерала в отставку. Конечно, вы не генерал. Ну, а чем я хуже? Чем я хуже? Маршалову, генералу? Мюрата, Даву, Нея. Кто сделал больше для Франции? Я или они? А он? Он! Он не мог сделать мечом того, что я сделал перрон? Письмо из русского посольства. Гаслен! Читайте. Паука за его величество, государя императора Николая Павловича, самодержца всероссийского. Ваше величество, полагаю, визу Бальзаку следует дать. Позволь уж мне полагать, граф, а кто писал в паршивой газетенке Парижской Эко-де-Пари? Кто писал, что меня тешат только виселицы? Кто меня выставил на посмешище всей Европе? Не он или Бальзак? Дворянин, самозванный наглец. Ваше величество, осмелюсь заметить, сие возможно только в сумасбродном королевстве французском. Что же касается Декюстина, у нас 4 тома его памфлетов сожжены и уничтожены. Лица, виновные в его распространении, сурово наказаны и сосланы. В Европе же, ваше величество, сия книга ходит по рукам. Кюстина этого высечь бы на Сенатской площади публично. Треть неповадно было бы подобное злодейству иным. Жандармом Европы назвал меня. Фамилию императорскую посмело клеветать. Ваше величество, умозаключение господина Киселева использовать перо Бальзака... Перо, перо. Штыку верю, граф. Пули верю. Перу нет. Визу дать. Но строгий надзор и прочие меры иметь должно. Предусмотрено, ваше величество, неукоснительный надзор и прочие меры. По-каку, по-каку. Как ж мы слуга, месье? Деньги со мной, если необходимо. Это честный банкетская контора. Франчуа! Я еду! Еду! Итак, я еду на Украину. Евелина свободна, почтенный супруг ушел на вечный покой. Кстати, не забыть посетить родовой склеп и, может быть, даже уронить слезу. Дворяне чувствительны к подобным сантиментам. Но почему я думаю о Лауре Берни? В твоем огне всегда огонь. И в моем сердце тоже. Лаура! Ты веришь в меня? Я боготворю тебя, Олана. Если бы не мои годы. Годы не имеют никакого значения. Но я всегда буду любить тебя. Из этих убогих стен, из этой мансарды, тебе открывается дорога. Я разгадала твою звезду. Я верю, она озарит небо Францией. Спасибо тебе, любовь моя. Нет, все это ушло. Нет Лауры и кто-то другой страдает и надеется в мансарде. А может, я совершаю непоправимую ошибку? Они не признали меня. Два голоса. Заблуждайтесь, господа. Бальзак крепко сидит в седле. И мы еще повоюем, черт побери. Время, время. ГОВОРЯТ Не в сети, та и с сады цветут, Що весною развиваются. Господин Бальзак, поздравляю вас с благополучным прибытием на таможенный пункт Российской империи. И экипажа светлости Крафини Ганской ищет вас. Благодарю вас. Що любляця и кохаюця, Не в сети тайвенчаюця, Що любляця и кохаюця. Леон? Я, ваша милость. А тот самый Леон, который владеет французским языком, знает наизусть басни Лефонтена, читал мои книги. Евгению Гранде, ваша милость. О! На здоровье. А Сент-Белла знаешь? Этого господина я не знаю. И не надо знать. Будьте здоровы. Второй месяц. Копаете наши земли. Срок минул. А деньги? Деньги где? Деньги, деньги. Только и слышу от вас, господин помещик. А то, что из матушки земли, из вашей земли мы извлекаем подлинные шедевры, утверждающие, сколь умелые были наши предки, это вас не радует. Деньги вы изволили пан Ганский под эту расписку у меня получить. Так, чтобы пан Давыдов вместе с вашим профессором в кармане у ясновельможного пана Гальперина. Спешить некуда. Расписка те же деньги. Можно и подождать. Терпение это и есть проценты, господин полковник. Вот она, Украина. Загадочная и незнакомая страна. Позвольте представиться. Профессор Киевского университета, археолог Маскаленко Зиновьев Анатч. Какая счастливая встреча, Мсебальзак, для вашего давнего поклонника. Очень приятно, господин Маскаленко. Очень приятно. Признаюсь, я поражен меня. Конечно, удивляешься здесь, в Типи, я услышал доброе слово о моих книгах. Прошу вас. Благодарю вас. Какие несметные богатства таит в себе наша земля. Все это сделали люди. Более двух с половиной тысяч лет назад. Господин Маскаленко, а эта дама смотрит на меня не весьма одобрительно. Наоборот, она приветствует вас из глубины веков. Я преклоняюсь перед прошлым, но настоящее будущее больше тревожит мое сердце. Мсебальзак, ваши книги открывают нам будущее. Сила не у тех, кто правит, а у тех, кто мыслит. Вы запомнили. Спасибо вам за ваши прекрасные слова. А вот Наполеон, Наполеон не понимал, что поле сражений разума страшнее поле битвы. Закопайте его обратно, там ему и место. Пане, пане, надо ехать гроза. Нижайший поклон пану Мнишеку. Мнишек, Давыдов, Тылий. Какими судьбами? Обыкновенно, князь Юрий, да? Ищем клады в землях графиниганской. Докапываемся до четырех столбов, на коих, как гласит предание, земля наша держится. А какой блистательный кавалергард был. Был, да сплыл. А теперь вот инженер-майор. И понемногу археологией занимаемся. А ты, князь, помещик. И супруга у тебя очаровательная, как изволил мне сообщить, твой в некотором роде родственник. Прошу любить и жаловать. Его? Мы тут с ним переусердствовали, ублажая Бахуса. Дядя его уважает, это несомненно. А какое Давыдов пивали в Петербурге, и дернуло тебя безрассудными поборниками свободы связаться. Из гвардии полетел, сломал карьеру, а какие надежды подавал. Этого не касайся, князь. Не трогай. Это запретно. Ты живи своей жизнью, а я своей. Пути у нас вышли разные. Но ты дворянин, Давыдов? Я человек. По глубине сибирских руд храните гордое терпенье. Ваше сочинение? Пушкин. Пушкин. Господин помещик. Камер-юнкер. Убит. Остишки-то крамольные. Попахивает бунтом. Возможно, по-ангански. Вполне возможно. Вот почему пан Давыдов профессора Москаленко мне так нахваливал. Оно и понятно. А не родственник ли он того Москаленко, что по делу Тараса Шевченко привлекался? Нет, не родственник. Но его самого тоже привлекали. Вы удовлетворены? Скажи, князь, банкир не обманывает? Господин полковник, слово Кальперина всегда оплачены вексы. О, да. В этом он знает толк. Так что? Господа сомневаются, что французский писатель... Да, так. По поручению госпожи Ганска я прибыл сюда, чтобы встретить мсье оноре де Бальзака. Неужели это правда? Неужели великий Бальзак, создатель человеческой комедии, будет здесь, в этой корчме золотой петух? И я буду говорить с ним. Это непостижимо. Вполне постижимо. Если под этим разуметь обыкновенное мошенничество, тогда это так. Как вас прикажете понимать? Так как есть. Лягушатники зарятся на владения ганских. Оставьте, господа. Великий писатель Бальзак прибывает, и я смогу говорить с ним. Позволю себе заметить. От великого до смешного один шаг. Ваш Бальзак, скажу я, такой же прощалыга, как и вы, естовельможный пани. Господа! Господа! Какой дождь! О, милый Жорж! Мог ли рассчитывать на столь скорую встречу? А это мой коллега, господин Давыдов, ваш почитатель, как и мы все. Очень приятно. Думал ли я, месье? Думали, думали, думали! Прошу. Благодарю вас. Я имею распоряжение, если, наверное, можно, паном банкирской конторы ворона Ротшильда выплазить вам 10 тысяч в осигнациях. Мне приказано встретить вас тут и вручить. Моя фамилия Гальперин. Я знаю. Мой издатель Гаслен обещал мне. Прошу вас, месье Бальзак. Вот теньки, а вот вексель. Все предусмотрено. Прошу. Стойте! И они посадили бы меня в тюрьму. Я был на самом краю пропасти. Создатель человеческой комедии за решеткой в долговой тюрьме. Счастье улыбнулось мне. Деньги и любовь. Тюрьму. Счастье улыбнулось мне. Счастье улыбнулось мне. Счастье улыбнулось мне. Эва. Оноре. Уже собираются гости. Самые высокопоставленные и знатные фамилии. Князья-конец Польски и твои давние поклонники. Я прошу тебя, ты должен быть добр с ними. Должен, должен. Я всю жизнь должен. Я парижанин, моя дорогая. Я восхищаюсь тобой. Разве я этого не знаю? Не будь так самоуверен, ты многого не знаешь. А мы уже не молоды, Оноры. О чем ты, Эва? О нас с тобой и о них. О, Эва. Эвалина, мне-то ты можешь сказать правду? Ты выходишь замуж? Ну, все можно выдумать, дорогая. Сей муж был послом короля Речи Посполитой Яна Казимира при дворе султана Магомета Четвертого. Виттерд владел землей всей губернии. Сорок тысяч душ. А это его светлость. Адам Ржевузский, флиголь-адъютант ныне царствующего нашего императора. Похоже на то, что господин Бальзак прибыл из Парижа, чтобы ощипать вдову. Не мешало бы ему преподать несколько уроков хороших манер. Смотрите, как он размахивает руками. В нынешнее лето Петербургская Северная Пчела писала, что вы, месье, останетесь одним из первых писателей нашей эпохи. Месье Бальзак, вас очень любят в нашей стране. Мы читаем вас в оригинале. Тридцатлетняя женщина, это шедевр. Наши дамы вам весьма благодарны. Вы вселяете надежду в наши сердца. Пальсион, Пальсион. Позвольте мне несколько возразительства, вельможная пани. Месье Бальзак не всегда верит, что надежду страждущему может дать только святая церковь. Надежда? Не люблю я это слово, святой отец. Человек рожден для счастья, а его держат в аду. Он изнемогает под тяжестью невзгод, а ему предлагают только надеяться на счастье. Нет, эта мера не по мне. Каждому из нас отпущена мера Всевышним. Истина ваших слов неопровержима, дорогой канонник. И разве месье Бальзак? Месье Бальзак, ваша светлость, вы хотите сказать, описывает страдания мирские. Это так. Но человек должен страдать за грехи свои. А у меня нет грехов. Вы вчера отпустили все мои грехи. Я чувствую себя... С нами будет. Не знаю. Знаю только, что не могу без тебя. Мне пора. Может, скрипкой своей разжалобишь пани? На похоронах бы их сыграть. Ну, не дурна, Шельма? Шармаун всякре. Сегодня ночью. Помни, не то... Да, не дурна. Леон, пожалуйста. Слушаю, если бы не можно, пани. КОНЕЦ КОНЕЦ Ты спрашиваешь, как я живу. Как и подобает великому человеку. Почти голодаю. Но настанет время, и люди узнают из моих книг, какое зло терзало Францию. Они узнают, что я жил только своим пером и создавал свои книги среди криков ненависти. Что я выбрал судьбу Прометея, а не Фауста. КОНЕЦ Леон, свободен. Сколь впечатлителен ваш гость, графиня. У Мси Бальзака исключительно нервическая натура. Надо признать, что ваш слуга, графиня, играл восхитительно. КОНЕЦ Дорогая Бельсер, дальше продолжаться так не может. Довольно. Как это довольно? Прошу прощения. Эти деньги не только ваши, они и ее, и вот его, и, наконец, мои. Я еще ничего не решила, пан Кароль. Вы можете поступать, как вам вздумается, но Верхомня, Ключ Пулинской, Немировка, Синява и все остальные фольварки не только ваши. И я не позволю. Кто вы не позволите, пан Кароль? Конечно, мама, я не вправе вмешиваться, но... Не волнуйся, дочь. А вам известно, пан Кароль, что в завещании моего супруга ваше имя даже не упомянуто, хоть вы и брат его? Вы не смеете со мной так разговаривать. Я же, Кляхтич, все здесь держится на мне. Холопы давно разнесли бы имение, если бы не моя твердая рука. И не все в вашей воле, паня Евелина. Вам понадобится высочайшее позволение, если вы захотите выйти замуж за иностранца. А кто вам сказал, что я выхожу замуж? Как? Доктор Кноте пришел. Марина, я красивая? Красивая я, наверное, можно, паня. Добрая. Христом Богом прошу, разрешите обвенчаться с Левко. Пан Кароль. Позови доктора. Господин Кноте, ваши таинственные мази и снадобья бессильны перед разрушительным действием времени. Вы ошибаетесь, ваша светлость. Мази доктора Кноте волшебный эликсир молодости. Массаж. Массаж, графиня. Ваша девка делает его отлично. Да. Я вчера слушал вашего гостя, мадам. Мсье Бальзак великий чародей слова. Но сердце у него, мадам, сердце у него плохое. У него великое сердце, доктор. Да. Именно это я и говорю. У него слишком большое сердце. Аорта увеличена. Вы ничего не понимаете. 16 лет назад в этом кабинете я написала тебе первое письмо. Да. И с этого все началось. Да. И с этого все началось. Мне снился удивительный сон. Наша первая встреча Синие воды Люцернского озера Твои рубки руки Твои глаза Твоя клятва вечной любви Но вдруг из глубоких волн поднялась алчная физиономия Кароля. И опять разговоры о деньгах, векселях, арендаторах. Он не только управляющий. Он брат моего покойного мужа. А да и сделай меня своим управляющим. Это прелестно. Месье Анаредо Бальзак управляющий имениями графини Ганс. И ее муж. Самое трудное впереди получить высочайшее разрешение на брак с иноземцем. Я потеряю русское подданство и это отразится на моих доходах. Но ты свободна, Эва. Любовь это всегда цепи утверждал писатель Бальзак. Очень многое зависит от тебя, мой друг. Если бы ты написал книгу о дивном духе благоденствия царящим на землях государя нашего. Маркиз Дикюстин оболгал императора. Но ты должен написать правду о России. Да, я могу написать правду. Но понравится ли тебе эта правда, Эвелина? Березка моя, не плачь. в Киеве все выяснится. Не разрешит нам пани пожениться. Может, все-таки убежим? В сказке все это, Маринка. Я читал книги пана-француза. Бедному человеку везде плохо живется. Люди, среди которых я живу, исключительно любезны со мной. я избалованный гость и друг в полном смысле этого слова. Страна эта интересна тем, что наряду с подлинной роскошью здесь не хватает самых обычных вещей. Скажем, есть зеркала в 10 футов и нет в полярной стена. А верховня считается богатейшим поместьем на Украине, которая по величине равна Франции. Ну а Киев Киев это Рим Севера. Россия рано или поздно станет хозяином европейского сырьевого рынка. Литератор прав, но сие не его компетенция. Дальше. Вы не представляете, какие огромные богатства сосредоточены в России. Но нерадивость и мотовство ужасно. Ну далее тут идут коммерческие расчеты о транспорте, о вывозке русского леса во Францию, о намерении учредить кумпанство для торговли лесом. Вы ознакомились? Так точно. Ваше высокопреследовательство. Пока доподлинно известно одно. Намерения господина Вальзака направлены исключительно на брак с госпожой Ганской. Только на это. Вот именно намерение хочу вам дать добрый совет. Не доверяйте литераторам. Вы только вспомните Пушкина. И Шевченко, с которым, позвольте мне напомнить, не все еще покончили. Но сие забота третьего отделения. А где же нынче наш мсье наблюдение самое строгое вашего высокопреследовательства? А, господин Юзеффович, жду. Музыка, не три дубочки листям зашумили, заграли. Бо козаки молодцы кони седлали, шабельки вимали. Батіру країну здач тоді неволі визволяли. А що перший Богдан, а що другий Максим, а ще третій високий погун караокий. вей, вей, вей. Сама история. Узнаю ее немеркнущий лик. А вот и незваный гость. Господин професор, прошу представить меня великому писателю Франции. С удовольствием. Проректор нашего университета господин Юзеффович. Имею честь. Очень приятно. Христофа, Субтитры создавал DimaTorzok Саркофаг князя Ярослава Ярослава Мудрого Это очень трудная профессия быть мудрым Князь Ярослав был воистину дальновидным мужем Дальновидность это, пожалуй, удел писателей, а не князей Он выдал свою дочь Анну за короля Франции И не ошибся И Анна Ярославна потом отлично правила Франции У этого Генриха был недурной вкус Летописцы отмечают, что король весьма стремительно увез свою княжну в Париж Я с удовольствием последовал бы его примеру Субтитры создавал DimaTorzok Я намерена просить высочайшего соизволения и хотела... Простить, ваша светлость На правах почитателя и друга вашего Позвольте мне быть откровенным Многое зависит от господина Бальзака Сочинения господина Бальзака превосходны И не я одна Вся просвещенная Европа восхищается его талантом Надо надеяться, что господин Бальзак сумеет доказать Сколь благонамерен он Мой генерал, мсье Бальзак Приверженец королевского трона Это всем известно Пшеница принадлежит к графине Ганской Она не уступит А пшеничка чистое золото У вас в немецкой земле такой нет Советую не упустить Да, но мы должны поговорить В Сибирь? В Сибирь Соболя, песцы, куницы Если у месье нет при себе денег, я готов служить Благодарю вас Прошу вас, господин, прошу А это что? Медведь О, симпатичный зверь Благодарю вас Спасибо, господин, спасибо О, как это интересно Сказочная багажа Да Из какого края, господа? Из деньги Если месье желает Да, у меня сейчас есть одно желание Запечатлеть это зрелище своим пером Нет, быть богаче этого негацианта Расплатиться с кредиторами А потом уже запечатлеть своим пером Прошу вас Наш гость пожелал осмотреть ярмарку И выпить бокал вина А Юзефович, конечно, старается А вось рыбка клюнет Неужели он так низко? Давненько пал Но думает, что возвысился Ловец душ Как сказал о нем Тарас Шевченко Подумать только Вот у этого окна Сидели Боже мой За каких грехи он страдает Неужели всему конец? Нет Это только начало Низко кланяюсь по нам Вы ищете пана Бальзака Они направляются сюда О, идем Стол для вас оставлен, господа Вот прошу Благодарю, очень любезный Господин банкир Сочту за счастье быть полезным вам В особенности под процентами Фух, вот они А мы вас везде ищем А здесь трудно не потеряться Вот да на что Благодарю Благодарю Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Играет музыка. Нет, ты должна это понять. Если бы ты знала, кто подарил тебе это. Если бы ты только знала. Обратите внимание, Герфун. Француз подарил цыганке перстень. Цена ему немалая. Гульдена в сто, а может быть и двести. А у самого у него одни долги. Это уж я знаю достоверно. Долги? Это и есть богатство француза. А пшеницу вашу я беру. Я угощаю шампанским. Герфун, ке вы мудрый. Было бы весьма лестно знать, каковы ваши намерения. Не собираетесь ли вы писать о нашем крае? Монарх наш весьма благосклонен к слугам Парнаса. Парнас? Парнас. Вот он, весь тут, пан Юзифович. Вино, пан Москаленко, изменило направление вашей взгляду. Истинный идеал возвышен? Истинный идеал, господин проректор, Муза Пушкина, Лира Лермонтова и глубина мысли мсье де Бальзака, а не то, что вы понимаете. И день, иде, и нить, иде, и голову схлопивши в руки, дивуяся, чему не иде апостол правды и науки. Это потрясающе. Кто автор? Где он? В далеком вояже. Неужели Тарас не увидит больше всего этого? Высочайше предначертано запретить писать и рисовать. Господа, зачем же это? Когда я смотрю на небо, созерцаю таинство этой ночи, мне хочется, господа, расстегнуть штаны и помочиться на голову всех королевских величеств. Их сиятельство княгиня и князь Радзивиллы, ее светлость графиня Ганская и господин Оноре де Бальзак. Их сиятельство Анна и Юрий Мнишек. Позвольте засвидетельствовать свое уважение, мсье Бальзак. Господин губернатор, я восхищен вашим Киевом. Своим местоположением и красотой он не уступает Риму. Вы позволите? С удовольствием. Извините. Вы сегодня прелестны, милое дитя. Благодарю вас всем. Позвольте представить вам нашего давнего друга, помещика Галагана. Он очень известный любитель музыки и живописи. У меня лучший губерний оркестр. Мужики мои отлично музицируют на всех инструментах. А картины моих художников покупают даже в Петербурге. Вы разрешите? Пожалуйста. Зазерцайте, мсье, и, надеясь, не скучайте. После ада на ярмарке тут рай. Для того, чтобы познать рай, нужно предварительно познакомиться с адом. Это прелестно. Могу ли я записать ваше изречение? Сочту за честь. Ее превосходительство, мадам Фундуклей, и ее гости жаждут познакомиться с вами, месье. Весьма счастье. Прошу. Я полагаю, ваша милость, что француз тоже из декабинцев. Не думаю. Вряд ли бы губернатор пригласил его. Но слышал я, что особой француза интересуются голубые мундиры. Да подлинно известно другое, господа. Бальзак самолично выдумал себе дворянское происхождение. Какой пассаж? Его подлинная фамилия, которую носил еще и его отец. Бальзак. Бальзак. Он из крестьян. Ну, знаете, так попросту, по-крестьянски. Взял, да и присвоил себе герб известной дворянской фамилии Бальзак Донтрек. И присоединил частицу дек к своему имени. Молодец. Какая наглость. А вы, а вы взгляните на него внимательно, господа. Ну, разве он похож на дворянина? Не похож. Мой гость очарован нашим краем. Державная рука императора даровал нам сию гармонию. Надеюсь, господин Бальзак убедился, сколь жив был маркиз де Кюстин. Дался вам этот лживый писак. Кстати, не приходилось вам с ним встречаться? Приходилось. Долгун казался отменный. А в Петербурге был принят с почестями. И напрасно, мой друг. Выродки, ваше превосходительство, везде найдутся. Ну, что такое? Я человек простой, государю, служу верой и правдой. И не позволю всякому шаромыжнику. Предлагаю тост. Столя от жизни нашему императору. Это верно. Столя! Столя! А не пойти ли нам в игорный зал? Пойдемте. Мсье Бальзак, почему, собственно говоря, вы свои сочинения именуете человеческой комедией? Ничего смешного, я в них не нахожу. В моей книге, мадам, зеркало современности. Вот как. Это занятно, мсье. Ах, решительно не понимая графиню Ганнскую, гнязь, что она нашла в Бальзаке. Смешон, неуклюж. К тому же в летах. Неужели так сильна его любовь? Любовь к миллионам графиней Ганнской и только вашего сыгубоевосходиста. Банке десять тысяч. Десять тысяч? Панове, слово шляхтича дороже денег. Банк! Ваша дама бита. За вами двадцать тысяч, пан Карль, двадцать тысяч. Но, пан Карль, если с деньгами туго, то возьму одну вашу девку. Девку? Какую девку? Марину, пан Карль. Слово шляхтича, Марина ваша, пан Зарицкой. Боюсь, пани Эвелина будет недовольна. Быть скандалу. Смею заметить, наша паня Эвелина с радостью избавится от этой девки. Она ей напоминает кое-что неприятное. Левка, родной, к пане беги. В ноги упади, проси. Глухая она к нашему горе. Глухая. Барин, помогите. Спасите, барин, помогите. Помогите. Спасите. Что здесь происходит? Пани. Пани, милая, добрая пани. Мрач! Я никогда не закончу своих крестьян. Я недостаточно хорошо знаю их. Все продается и покупается. Все продается и покупается. Везде. Везде все продается и покупается. Но когда-нибудь у этих людей лопнет терпение. Это дурная история. Дурная ли, хорошая ли, но, ясно-вельможная графиня, я ждать больше не могу. Слово гоноры. Я вас прошу, я вас умоляю, пани Евелина. Я прикажу отдать Марину пану Зарицкому. Но отныне, пан Карль, я не хочу видеть вас. Но, Ваша Светлость, у меня здесь тоже есть кое-какие права. Замолчите. Я вам клянусь перед Господом Богом и перед всеми святыми. Позови Марину. Слушаюсь. Ясно-вельможная, пани. Даст Бог, вы будете счастливы в Париже. И мы вам верны до гроба. Я презираю вас, пан Карль. Но все равно, все равно ни во что доброе. Я уже не верю. Левко, пустите Левко. Левко, спаси Левко, спаси Левко. Спустите Левко. Марина. Будьте вы прокляты. Будьте вы прокляты. Пусть святая Еруда не смоет и несет все горе, все грехи наши. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Такого, господа, в моей Франции не увидеть никогда. И Наполеон мечтал победить этих людей. Людей? Мой вам совет, месье. Не очень восхищайтесь черню. Леон, я пойду. Я. Леон. Моман, это нелепо, останови его. Он ребенок. Он большой ребенок. Он большой ребенок. Прекрасно! Прекрасно! Благодарю! Прекрасно! Сразу сбросил добрые десяток лет. Вы не пробовали? А что ж, ну-ну. Давайте, а ну-ну, постарайтесь, хлопцы! Да мы ж постараемся, панкаться! Ведра горилки ставлю! Давай! Давай, давай, крути! Давай! Крути, хлопцы! Стой! Стой! Выдло! Стой! Что вы делаете? Стой! 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 Спасите! Люди! Спасите! Спасите! Стой! Спасите! Стой! Батюшки! Пошёл под лёд! Увези меня отсюда! Я не могу больше, не могу! Я устала! Я очень устала! Такова жизнь! Ничего вечного! Но твоя любовь! О, да! Нет никакого сомнения, ваша светлость, что гибель господина Ганского не просто случайность. Его высокопревосходительство генерал Бибиков лично предложил мне принять самые строгие меры. Господин Шерстеневич, вы сами понимаете, как мне трудно. Покольный брат моего мужа, близкий мне человек. Я так любила его. Я полагаю, преступник будет строго наказан. Не извольте сомневаться, графиня, с бунтовщиками будет разговор короткий, чтобы впредь неповадным было. Господин Шерстеневич, у меня гость, и я бы хотела. Божья светлость, извольте не сомневаться, но должен предупредить, жгут имение. Вчера ночью был убит помещик Вечеркевич. Ох! Что ты хочешь от меня, Эвелина? Очень немногого, Оноре. Изобличить во лжи Кюстина. Но Кюстин недалек от правды, дорогая. Вам не следовало приезжать в Россию. Все рухнуло, все. Снова к моим рукописям, к моим кредиторам. Она не сказала нет. Но какое жестокое было у нее лицо. Оноре. 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 Ну… Оноре. Оноре. Добро пожаловать в Республику! Добро пожаловать в Республику! Добро пожаловать в Республику! Добро пожаловать в Республику! Нет, это вы послушайте меня, мой дорогой издатель. Мне нужны деньги. 17 томов человеческой комедии я отдаю вам. Все еще образуется, вы еще заработаете на старике Абальзаки. Так грабьте его! Пользуйтесь случаем, когда нужна, сдавливают ему горло своей петлей. Добро пожаловать в Республику! Если у вас есть королевский трон, они сожгут и Париж. Они способны нам все. Пора принять мир. Почему молчат генералы? Не беспокойтесь, они скоро заговорят. Мне нужны деньги, я должен уехать. От этого зависит моя судьба, дорогой Гаслен. Я вижу, вижу. Вы решили бежать. Ну, для вас все сложится хорошо, а я должен уехать. Что хорошо? Как это понять, мой дмитрий? Все останется по-прежнему. Все войдет в свои берега. Вчера меня неожиданно посетил Ламартин. Подумать только, поэт стал министром в республиканском правительстве. Жребий брошен. Вы должны быть с нами, оноре. Теперь не время для колебаний. Скажите всем, чтобы знала Франция, что создатель силовеской комедии с теми, кто низвергает власть трона. Но, дорогой Ламартин, вы не задумывались над тем, что пройдет время, и на смену вам появятся люди, которые тех, кто свергал и радовался свержению монархии, не пощадят. И это, говорите, вы? Вы, который в своих книгах разрушает власть трона и предсказывает царство разума. Так с кем же вы, оноре? С Францией. С моей Францией. С королем или республикой? Решайте, мсье, Бальзак. Пока не поздно. Это не так просто. Не упрекай меня. Революция испортила французам репутацию. Как можно поднять руку на короля? Да, я был на площади. Я взял лоскут бархата с королевского трона. Конечно, это не шегренивая кожа, нет. Но если я последую за Ламартином, я потеряю тебя. Это будет непростительная ошибка, Евелина. И я ее не сделаю. Выбор сделан, дорогой Ламартин. У нас трудные дни, анаре. Моровое поветрие, сколыхнувшее Париж, докатилось и до нас. Верховне неспокойно. Если бы не меры приняты губернатором фундуклеем, черен давно взбунтовалась. Чтобы осуществилась наша мечта, я должна получить высочайшее разрешение. В противном случае я остаюсь без средств. Деньги, деньги, еще раз деньги. Я в долгах, как рыба в чешуе. Я раб денег. Я должен разбить цепи этого проклятого рабства. Вчера я написал ходатайство на имя министра просвещения господина Уварова. Я прошу разрешения снова посетить Верховню. Нам надо поскорее встретиться, Эва. Надо. Получить визу на въезд не так легко. Кофе запрещаю. Вино категорически запрещаю. Утомляться запрещаю. Может, вы мне и писать запретите, дорогой Накар? О, если бы это было в моей власти. Однако, умоляю, не усердствуйте. Вам надо отвлечься от забот, от невзгод, от неприятных встреч. Но они меня преследуют на каждом шагу. На правах старого друга, не только доктора, вы снова едете в Россию. Дорога для вас губительна. Решительно не рекомендую. Нех, Бен, за похваленный Езус Христос. Нет спокойствия в сердце моего, Святой Отец. Я пришла к вам за советом. Есть вера в сердце вашем, Эвелина Констанция Ганская. Ее дала вам Святая Матерь Божия. Что день, что ночь, грехи одни. И путь наш на Голгофу. Мой путь в Париж, к моему Бальзаку. Он нищий, ваш Бальзак. Но знаменит. Через 20 лет его никто не вспомнит, графиня. Через 20 лет я буду старухой. Через 20 лет нас может скосить чума. Но через 20 лет книги Бальзака будут читать все просвещенные люди. Но что его величие по сравнению с могуществом рода Ржевузских и Ганских? Вы потеряете все. А главное, расположение монарха? Всю жизнь я мечтала, чтобы меня любили. Любили страстно, бескорыстно, как он. Вы думаете, он любит вас бескорыстно? Все перепуталось. Да. Все перепуталось. Любовь и деньги, слава и желания, вера и грехи. Зачем я тут? Зачем я тут? Вы не первый раз тут, ваша светлость. И вы придете еще, ибо тут легко вашей душе. Какая печальная встреча, Эва. Ведь мы собираемся начать новую жизнь. я мечтал о тебе дни и ночи. Я летел к тебе мыслью, чувством. Что было в Париже? Я хочу знать все. Да, я был в маршальском зале. Я видел, как крушили королевский трон. Я видел, как люди плясали и пели. Чернь обезумела, и это радовало тебя? Радовало? Я чуть не заболел от страха за свою жизнь. Потом, потом генерал Ковиньяк. Это очень страшно, Эва, когда стреляют в женщин и детей. Я преклоняюсь перед решительными генералами, укращающими безрассудную толпу. Толпа это люди, Эва. Ты жестоко ошибаешься, Оноре. Нет, когда я слушал их, я проникался их жизнью. Я ощущал на своей спине их лохмотья. Я шел в их рваных башмаках, я надеялся и страдал вместе с ними. Ты бредишь, Оноре. Иногда правда страшнее бреда. Бреда. Господи, Кноте, очень плохо. Я сама не своя. Всю ночь Месье Бальзак метался, терял сознание. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Не извольте, не извольте смугаться, графиня. Все будет хорошо. Да, дорогой доктор, вам нужно следить за своим здоровьем. Вы осунулись, похудели. Я рекомендую вам поставить горячий компресс на затылок. Это оттягивает дурную кровь. Послушайте, моего совета, дорогой доктор. Месье, я весьма ценю ваши рекомендации, но мне бы хотелось... Я знаю, вам бы хотелось вина, хотелось бы кофе, еще что-нибудь хотелось. Но, дорогой Кноте, для того, чтобы лечиться, нужно обладать железным здоровьем. Вы волшебник, доктор, стоило вам появиться. И вот... Прости меня, дорогая, я без вас скучал в Париже. А эти пиявки к дьяволу, к дьяволу эти пиявки. Они мне напоминают моих издателей, которые тоже пьют мою кровь. Все скверно сложилось, моя дорогая. За все осени строчки и зима не сулит мне добра. А Гастлен ждет. Ты можешь позволить себе отдых? А отдых для писателя слишком большая роскошь. Я чернорабочий у госпожи истории. Ты ее создаешь. Благодарю. Но история особо нетерпеливая и капризная. Она не любит ждать. Ты Бальзак. Бальзак. Признанный и непризнанный Бальзак. Выпал снег, еще вчера здесь была дорога, теперь ее нет. Ты устала, Наре. Встряхнись, нас ждет Париж. В Париже не любят писателей, у которых нет денег. Когда госпожа Наре де Бальзак войдет в дом на улице Фортюне, столица Франции... Столица Париж. Столица святое чувство исключения. Его пожрала жажда наживы. На добродетель клевещут. Невинность предмет торга. Все продается и покупается. Человечество сведено к двум типам. Обманщик и обманутый. Успокойся, Наре. Такова жизнь. Все должно быть не так. Все должно быть иначе. Оноре. Оноре, друг мой. Высочайшее позволение на наш брак дано. Наконец-то. Наконец-то. на всю жизнь месть под одной крышей. На всю жизнь. На всю жизнь. Мы победили, Эвелина. Успокойся. А я признаться уже думал. Успокойся. Успокойся. Теперь я буду работать как волк. Я напишу новые романы, драмы. Тысяча страниц будет написано этой рукой. Успокойся, Оноре. Успокойся. близок день нашего венчания. Имеешь ли ты, Оноре де Бальзак, благое намерение, свободное, непринужденное и вполне сознательное решение принять эту Эвелину Констанцию Ганнскую, урожденную Ржевузскую, которую видишь перед собой за свою жену. Да, имею. Так же ты, Эвелина Констанция Ганская, урожденная Ржевузская, имеешь ты благое намерение, непринужденное и вполне сознательное решение принять этого Оноре де Бальзака, которого видишь перед собой за своего мужа. Да, имею. Присекаю тебе любовь, верность и честность супружескую, а также то, что не оставлю тебя до самой смерти. Не оставлю до самой смерти. разрешите принести свои поздравления, ясновельможная пани. Вам чек на венскую контору барона Ротшильда, ваша милсть. Благодарю. Благодарю. Пройдет время, и люди с благоговением будут говорить в костеле Святой Варвары в Бердичеве в 7 часов утра 14 марта 1850 года венчался великий Бальзак. Вы преувеличиваете, мой друг. А может, вы и правы, кто-нибудь и скажет, что это тот Бальзак, который венчался в Бердичеве. Что по этому поводу скажет госпожа Панареде Бальзак? Мы едем в Париж. Париж. Великой . Париж. Париж. КОНЕЦ 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 Мама Моя жена, я знаю, ты будешь любить её Дочь моя Я так ждала этот день, мадам С счастливым прибытием, дети мои Я верю, вам понравится этот дом Вам будет здесь спокойно и уютно Теперь я могла бы уехать к себе в тур Как изменился он, Оре Дорога, мама Если бы только дорога Ну, я пойду Но почему, почему скачут буквы? Я понимаю, Мэтт, что вы страдаете Но я почти разорён Я не могу больше ждать Переиздание Шуанов себя не оправдало Кузен тот не распродан И только обещанный второй том крестьян Он мог бы поправить дело, но где же рукопись? Я устал Но я не могу больше ждать Паштулкер валил за 160 тысяч франков Я знаю, Гаслен, я должен всем И только мне не должен никто Но мадам Бальзак могла бы Я ужасно устал И ухожу Ухожу, мой мэтр Но горькая истина Остаётся с вами Две тысячи персонажей живут на этих полках Они страдают, любят, уповают на успех Я призвал их в этот суетный мир Пройдёт много, может, тысячи лет Люди прочтут мои книги И будут знать, как мы жили Месье Виктор Гего пришёл вас наместить Господи, разве я сам не вижу, что это Виктор? Друг Две драмы и один роман у меня в кармане Глупости, они в кармане у Гаслена Но что это? Я не могу повернуть язык Где Евелина? Виктор, ты слышишь меня? Ты был прав Ты говорил о пагубной силе иллюзий Что стало бы с литературой, если бы мы её не защищали? У нас свой кассационный суд, Виктор Это будущее Счастлив тот, кто может предстать перед ним Я готов Я не боюсь будущего Я думал, что это никогда не случится Почему плачет Гюго? Ах, да Я ухожу Я рада тебе Мадемуазель, могу ли я видеть мадам? У нее художник Жигумсье. Передайте ей мой поклон. Слушаюсь. О, вы прекрасны, мадам. Этот портрет принесет мне славу. А мне? Мою верность. Мадам, приходил месье Гюго. Просил вам кланяться. Потом. Месье Рабу, в последней сцене, где крестьяне выслушивают обращение мэра, они должны с восторгом воскликнуть «Да здравствует король». Но это не совсем то, что мог бы написать месье Бальзак. К сожалению, месье Бальзак уже ничего не напишет. Но, мадам, есть еще надежда. Я пригласила вас работать. Вы литератор, а не врач. Гаслен ждет. Рукопись должна быть завершена. Перепишите эту главу и принесите мне завтра утром. К утру все будет готово, мадам. Позвольте откланяться. Месье Рабу. В подвалах очень много старых рукописей, тетрадей, гранок. Пришлите с таревщика. Слушаю, мадам. Мои верные друзья, вы здесь. Я ухожу. Бальзак больше не будет писать и читать. Но если вы остаетесь, то остаюсь и я. Ваша жизнь, моя жизнь. Давид Сишар, изобретатель. Неужели ты ничего не можешь поделать? Ведь я ухожу. Спросите об этом у доктора Бьяншона. Бьяншон, друг мой. Я, наконец, женился. Исполнилась моя мечта. По секрету тебе скажу. Я ничего не вижу. Не могу читать и писать. Бьяншон, есть ли надежда? Ну, скажи честно, старик. Есть ли надежда? Я так и знал. Благодарю тебя за правду. Остались неоплаченные микселярские. Надо закрывать счета. И ты тут, Кобсек. Конечно, месье. И папаша Гранде, пожалуй. Полюбучи, месье, папаша, тут. Рафаэль? Что же твоя шагреневая кожа не помогает мне? Вы слишком безрассудно пользовались ею. Вот все, что от нее осталось. Ты упрекаешь. Вы слишком многое желали, месье. Теперь уже поздно. А она тает. 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 Это конец. Да, месье. Такова жизнь, месье. Ваши векселя, месье. Есть еще время. Не надо так спешить. Паранье слетелось. Прочь. Это растиньяк. Да, это я, месье. Я спешил к вам, месье. Что тут происходит? Разве ты меня не видишь? Он высылал нас на базу всей Франции. А теперь... Теперь... Расплачивается? Постой, старик. Ты-то должен молчать. Ты заживо умертвил свою дочь. Прекрасную Евгению. А ведь я мог бы полюбить ее. А ты, Кобсек, спрячь, фикселя. И ты, Цезарь Биротто. Месье отлично показал твое величие и падения. Идите прочь. А зачем ты здесь? Вы обещали мне власть над Парижем. Я дал тебе ее. А это была иллюзия, месье. Ах, я ошибся, растиньяк. Может быть, я был слишком добр. Ко мне? Я ошибся, растиньяк. Ошибся. Но теперь поздно. Я ухожу. Вы не смеете, месье. Дайте мне иную судьбу. Поздно. Господин Бальзак был одним из первых среди великих. Этот могучий и великий труженик, мыслитель, поэт, этот гений прожил среди нас жизнь, полную грез, борьбы, схваток, битв. Жизнь, которой во все времена жили все великие люди. Теперь он выше соперничества и вражды. Отныне он выше туч. Иллюзии, владевшие его воображением, отступили перед правдой, которая пылала в его сердце. Умирая, он победил. Скажите вы, живые, разве вы не завидуете ему? Неведомо для самого себя. Хотел он того или нет? Согласен он с этим или нет? Пальзак принадлежит к великой когорте писателей-революционеров.